Значит, я приглашаю на эту сцену Галину Ижуну, Михаила Амелина, Владимира Хачевского, Татьяну Иванову. И весь этот, блин, грёбанный клуб чадитель, который мы создали, дорогие друзья. Создали мы его, что товарищи нам, как и как и создали. Если вставайте, все давайте, не делайте, что у нас тут нет. Валерий Иванович Мехдуков, аплодисменты, иди сюда. 1996 год. Есть такой мужчина по фамилии Ивановича, Артур Олегович. По сравнению с которым ракета «Минитмен-2» есть те игрушки. Я его привез в Кирску за 1000 рублей в две недели. Хорошая цена, да? Поселил его в одетом номере и сказал, что дверь нужно закрывать, потому что ходят флоры и все воруют. Через полчаса я зашел к нему, увидел бесчувственное тело, которое лежало на кровати, и вывернутые вот так рюкзак. Я решил, чтобы он уже все украли. И увидел на полу валяющийся паспорт и кошелек, который Олеговича. У него было личных денег всего 1000 рублей, 1200 рублей на две недели. Он рассчитывал концерты мимо, подкрытниться. Я забрал у него, естественно, с пола все его богатства. Это все происходило на восьмом этаже турбаза Кирскова. Закрыл его тело на ключ и ушел в четырехместный номер, где мы проживали. Ровно через восемь с половиной минут раздался жуткий грохот. И в дверь зашел разъяренный Артур Олегович Гладушин. Он сказал, какая? Все мои документы, все мои деньги. Они проснулись, через балкон вылезли в соседний номер, по коридору нашли меня. И, значит, вот дальше было все остальное. Да, но, дорогие друзья, клуб «Читетия» создавался, вы знаете, в боях и победах, когда мы на помосте второго «Читета», без аппаратуры, без спонсорской помощи, просто орали наши песни. Вот, и подъезжающие снизу канальчики. Когда это было первый раз, канальчики были просто подписаны. То есть, рабочий день ничего не начался, а уже стоит красивая девушка в бюст-халтере. И там стоит с подносом. На подносе стоит счастье, девушка красивая. То есть, все, канальчики, все, рабочий день закончился в 9 часов. Дорогие друзья, после этого прошло много-много разных вещей. Много лет, много зим. Появились люди, которые, к сожалению, стали писать, что проводить фестиваль в Келегусе могут только безответственные идиоты. Ну, не важно. Это личное мнение каждого человека, на который человек имеет свое полное право. Вот, я не собираюсь это как-то обсуждать. Вот. Ну, а самое главное, что глубшие дети сегодня, это 500, около 600 человек, среди которых герои России, лечить и испытатели, среди которых находится много замечательных людей, которые составляют лучшую часть нашего сегодняшнего московского общества. Вот. И я очень рад, что эти люди сегодня нашли возможность для себя прийти сюда на мой день рождения. Ой, ребята, самый главный вдохновитель, идеальный, отец-основатель нашего клуба, чьи дети, это Миша, конечно. В его светлой голове родилась эта идея, но мы его поддержали. А у девчонок в основном, да, и мальчишки тоже. Не перебивай меня, Миша, я и так не знаю, что говорить. Не готова, совершенно была к тому, что я выйду и буду в микрофон говорить и попалить Мишку. Хотя я его очень-очень люблю. Ну. Я хочу сказать, что Мишка дарит очень большую радость общения. Вот этот человек творческий, очень добрый, порядочный. Ну, и многое-многое счастье при общении с Мишкой. И вот я хочу, чтобы мальчики наши тоже не поддержали и сказали пару слов. Че-то сначала Хачевский, наверное, да? Давайте я поддержу. Президент. Прошу, Стасик. Хорош. Президент Горномыжного творческого клуба Владимир Витальевич Хачевский. Герой России, в том что вы сидите? Мы герои стали. Друзья, вы знаете, я как-то не готовился, но мне очень хотелось бы, да. Нет, ну это, как бы, я думаю, ну че, у тебя все есть. Думаю, ну у любого летчика он же носит эту самую летную форму. Вот, и думаю, ну а че, надо же постоянно, чтобы было топливо. Ну вот я тут керосину в баке. Кстати, вы знаете, я точно уверен в том, что будет очень много пожеланий, совершенно различных, но... Хороших, добрых, напасистых, мамких и так далее. Ну, я очень-то хотел бы, Динским вот сказать, может быть, этого не скажу. Миша, я очень хотел бы, чтобы почаще у тебя в душе, на сердце, на сердце у тебя был... Есть такое хорошее слово, душевный комфорт, который включает в себя очень много, очень много. Часто не бывает, конечно, но, в общем-то, я хотел бы пожелать, чтобы почаще это испытывал. Ну, в нашем возрасте. В нашем 18-20-20-40-х, а? Миша, поздравляю. Я вспомнил все, что ты хотел сказать, чтобы слово «юбилей» писалось через букву «Ео». Баланда, что у них стоя был вверх и вниз. Ну, если президент «Керосини», то, сами понимаете, рядовые члены тоже. Хочу тоже два слова задать, но мне, наоборот, повезло, что папа военная и мама учительница, поэтому с армией получилось дружить, хотя не очень долго, но военная турбаза «Терскол», на которой я побывал, свела меня замечательным человеком Михаилом. И один из лучших дней, я вот к Мише говорю, ну, когда-то на работу тоже, в дне рождения, когда с Чигеты, вот, в этот, я спускаюсь, уже так, мы там сидим, когда уже от света катались, все такие довольные, какие-то впечатления самые замечательные, и шампанское, и венцо, и вот потом пришел Миша, такая гитара, и потихоньку началось, и такое счастье. Горы, песни, друзья, это просто счастье, Миша. Дай Бог тебе творчески. А сейчас я выдам государственную тайну. Вот видите, вот эту девушку. Как вы думаете, на кого похожа моя жена? В том числе. Нет, на самом деле это было потрясающе. Какой год был? Ну, вот я помню, 95-й год. 95-й год, ребята, это. Девушка, она сейчас заедет. Это было один. Танька, про тебя отдельно это сказал, понимаешь? Вот эта девушка, она освещала собой. Мы ездили в Терсков в апреле. Там было мало народу, было много снега, и было вообще здорово. Мы с ней приехали, я приехал, привел палочек защищаться от бандитов. И она тоже палочек. И все разъехались, мы с ней втроем остались. И я пришел к ней, она жила в этот колледж, суперская, гостиница, супер, гостиница. Я пришел, и замирание в сердце, я боялся дышать. Она говорит, иди помывайся. Я пошел помыться и лег. Заскнул, проснулся, пошел к себе, вернулся в храм. Потом она ко мне в гости пришла. Потом в 4 часа утра, минут было в 7 часов выжить, я пошел ее провожать. Мы с ней идем, это ракетия. На следующий идет толпа местных. Мы забились в угол за человека, местные прошли, и мы пошли. Задохнули, пошли, зашли. Так, зашел, я этот колод, царался. Ужасно, а потом уже блеернул. Потому что история не получила развития, если честно. Вот, и вот, понимаете, то есть это вот такой ожог сердечный, который, вот, я когда ее видел на горе, мне сразу возникает. Ну, вы знаете, все нормальные люди, те, которые не влюбляются в кого-то. Там, это, горные лыжи, это любовь, заключенные в движениях. Если вам нужно проверить, что это, там, катание, там, как, сколько стоит твоя лыжа, то будет, и все. Для женщины кататься вообще не надо. Я все время, вот, дайте, понятно. Для женщины горных лыжек, главное, хороший макияж. Это на втором месте, красивый комбинезон. Для наших женщин это не нужно, это все лишнее. Они и так прекрасно с собой, и без комбинезона, и без макияжа. Да, вот, и это, вот, моя любовь стоит сейчас, вот, в которой я, когда, когда я видел, что возле нее вьются мужчины, жужжат. Вот, я всегда так немножко ревную, но очень радуюсь, что вот такая женщина вступит в это совпадение, и все хорошо. Вот, Наташа. Да, в основном, история все-таки получила на развитие, потому что, там, через какое-то время, я помню, Миша стал всех обзванивать и говорить, вот, мы хотим с ребятами, чтобы у нас все было такое место, где все могли бы встречаться, делиться впечатлениями, чтобы не просто вот это общение прекрасное, которое было в горах, чтобы оно перенеслось и в Москву тоже, чтобы вот, если у кого есть какое-то, может, кафе, может, подвана, может, там, чего-то еще. Мы готовы с ребятами все это прийти, там, отремонтировать вечером. И, в общем, вот, действительно, наверное, столько было этого тепла, желания, сил, что вот это получилось. Крупчики эти получат. Хочешь сказать, Миша, ты счастливый человек, и тебе много детей. Девочки у тебя, девочки у тебя, девочки у тебя тоже, в общем-то здоровые, хорошие, есть ребенок, сцена Победы на груши, тоже замечательный ребенок, есть фестивали, которые ты организуешь, и в общем-то все это хорошо получается, потому что ты очень много вкладываешь на души, сердца, сил, энергии во все это, и добывайте здоровья, сил, энергии, чтобы тебя на все хватало, потому что у тебя столько много всего. Спасибо, Людмила Ивановна. Я делаю все. Не знаю, что сказать, но просто быть с Мишкой – это счастье, а в горах быть с этой компанией – это вообще двойное счастье. Это счастье началось давно-давно в горах, 95-е годы, и не кончается до сих пор, не буду долго говорить, мы его все любим, и я люблю, потому что он замечательный, добрый, отзывчивый, внимательный, замечательный папа и так далее. Миша, ты как главный рак у нас. Этого рак я купила пять лет назад, но я тогда не смогла прийти, он дождался своего многих места, вот я тебе его вот так дарил. И состав пожеланий всегда одинаковый, побольше здоровья и денежных знаков. Знаков. Знаки там внутри. Знаки там с Орлом с гербом России, тут у нас российская церковь, с гербом России, будем пить из Герба. А еще с маленькой ванечкой мы в три месяца, или в четыре, да, Катя, поднимались на леброс. Три, да, вот три месяца, Катя держала его за пазухой, мы на бочке поднимались вместе. Дальше. Здорово было, классно. Спасибо всем. Я забыл сказать, что вот Иван Михайлович тут ползает, который побольше. Тогда он уже был, но мы еще об этом не знали. И где Леон поднимался на леброс. Вслед за мной. Оля Детишин, один на сцену. Ты честно говоря, не знал, но хорошо. Оля, Оля, быстрей, Оля, быстрей, гости ждут. Вот сейчас, сейчас после Оли. Оля, иди сюда. Дорогие друзья, еще одна прекрасная девушка. Если вам нужно за небольшие деньги проект профессиональный, своей вот дома, не перебивайте, так надо говорить. Я знаю, я специалистик пиара. Ребята, если у вас есть сарай, который вы хотите сделать дворцом, за практически бесплатно. Если у вас есть дом, который вы хотите перебиваться, то есть это вот это архитектурное бюро Ольги Детишина, микропоредик, сделает это все быстро и красиво. Сейчас она будет меня поздравлять, у нее есть потрясающие дети, которые пишут песни, которые лучше, чем мои. Вот, сейчас их нет, но они вместе подождают. Ольга Детишина. Можно мне без долгих речей? Миша, здоровья, любви, удачи, счастья, успеха, мира и всего самого-самого доброго. Можно без долгих? Пока. Хотя мы тебя поздравляем. Скажи, мы тут. Ну, вы знаете, что у нас было год два назад, значит, два года назад, с Колей Селезневым было, вот, и у нас всех сильно помесло, потому что в то время там оказался потрясающий совершенно человек, Леша наш, который сделал все, что нужно делать, сопровождал Колю сюда, вот, и, знаете, я тут видел, как он катается, он не катается, он летит, настоящий. Он по жизни тоже летит, он занимается профессионально лыжами, его зовут, у него есть такое из того времени, Леха Соломок, то есть, если вам нужны настоящие лыжи, а не говно, которое отводают в наших магазинах, вот, обращайтесь к этому человеку, и он вам за смешные деньги, смешные деньги, сделает все, что вам надо, он на вас посмотрит, и скажет, тебе нужно вот это. И вот он мне под это, ребята, ну, я знаю, что бывает, потому что он обращает усок, у нас жизнь на горных лыжах, и человек, который в океане горных лыж увидит то, что именно тебе надо, именно здесь и именно сейчас. Леха, давай. Давай, что? Хорошо, я постараюсь покороче, но совсем коротко не получится, я сказал про горные лыжи, все это так и есть, но не совсем, дело в том, что вся моя жизнь практически с детства связана не только с лыжами, еще с музыкой, и так получилось, у меня никто об этом не спрашивал, но так вышло, вот. И когда я сюда ехал, а, начнем далека, сейчас я покажу, что-то. Сейчас. Пошли вверх, потом выкрутите. Там большая дубинка, да? Примерно вот, очередной раз заехал в один из московских музыкальных каких-то магазинов, мне попались руки на глаза гитары, я, как и любой человек, которым я немножко занимаюсь музыкой, так же, как и Миша, и многие, имею не одну гитару, а достаточно много, потому что гитары, они как и люди, у каждого своих характер, они по-разному говорят, но эту гитару, как горнолыжник, и одновременно музыкант, я не смог не купить, потому что на ней нарисовано, вот, наверное, не все увидят, здесь нарисован, ну, практически большой кавказский хребрей, это не совсем, но это что-то похожее. Горы. Вот, я понял, что эта гитара должна быть у меня, но потом я подумал и понял, что, наверное, все-таки не совсем так, эта гитара, в первую очередь, должна быть у Миша Калинькова, потому что никто, ни один поэт и музыкант, это я вам говорю совершенно точно, не написал такого количества песен о горах, и не просто о наших любимых горах, о горах вообще. И он даже не то, что написал, а вот те самые любимые песни, это тот случай, когда песни не пишутся, у каждого свои любимые песни, но это у меня «Бысь», например, или «Чигед на бэйк», или «Давай прийти». Это тот случай, когда песни пишутся под диктовку, они записываются, кто-то, Господь Бог или кто-то свыше их диктует, а поэт, музыкант, он их записывает. Вот. И вот этот инструмент я, конечно, хочу подарить Миши. Вот я когда сюда сегодня ехал, в машине в отличном настроении, как бы размышляя, и вдруг мне неожиданно вспомнился один из замечательных наших советских старых фильмов. Он называется «Мэри Кортес. До свидания». Вы его все помните прекрасно. Вот. Может быть, я подумал, а почему он мне, собственно, вспомнился? Я стал его вспоминать. Этот фильм, он хороший, но я бы его, наверное, не вспомнил, если бы там была волшебная, совершенно гениальная, чудесная музыка. И вот вспомните, самая последняя сцена, кодовая, когда вращается карусель, и все главные актеры встречают самих себя, только совсем себя в прошлом, маленькими людьми. и Мэри Поппинс как бы говорит человеку, ну, музыкант, который, музыкант по фильму, она дарит ему гитару и говорит, вот на этой гитаре вы сыграете свои самые лучшие, самые добрые песни. Вот. Я немножко не похож на Мэри Поппинс, к сожалению или к счастью, но вот эту гитару я хочу подарить Миша, чтобы она была у него, гитара с горным рябой, Гитары, как и люди, они как-то пить, сюда наливается логичка, и потом была поставлена у нас, там еще много всего, я тебе поверю, она настроена, и на ней, вообще-то, конечно, можно, нужно, Миша, может быть, нужно подстроить, это значит, алюминий. Нет, для меня нет. А так, много всякого, я тебе потом расскажу. Леша Бычков, спасибо большое. Миш, ну, Миш, ребят, я очагет растаял с пояса, я тебе как. Я хотел сейчас попросить своего друга, такого же сумасшедшего идиота, как и я, но ему повезло больше, потому что он летал, настоящий самолет, Валерий Микрюков, вот, спеть, вам поспеть, мы спим, пожалуйста. Валер, подняй, пожалуйста, песню, если можно, капитанского дела, у тебя. Великая песня. Вот видите, я в этой компании самый маленький, поэтому меня все обижают, потому что они не петь, не петь, не петь, не петь. Даже это придумал, несколько словарений, придумал, такое выделал, что фамилия Микрюков, это не фамилия, это кричка, и пароль, и диагр, и слов. Валерий Микрюков, ласковь и ласковь не спешат, и хорно жаль. Мальчишка приспал, и был такой вот, а старик не сможет убежать.